Корейский узел КНДР заявляет о готовности провести новые атомные испытания и угрожает ядерной войной, если ее попытаются остановить. Как ответит Америка и какой план выбрал Дональд Трамп? Дмитрий Анопченко следит за ситуацией из Вашингтона. Ядерная война может начаться в любой момент. Это уже не северокорейская пропаганда, это официальное заявление представителя КНДР в ООН. Мол, ситуация взрывоопасная. Дипломат уверяет, если Соединенные Штаты атакуют, Пхеньян ответит. А что до испытаний, которые и спровоцировали все происходящее, то режим Ким Чен Ина по-прежнему намерен их провести. В то время и в том месте, где сочтем нужным. Как отреагирует Америка, когда это случится, спросили репортеры Дональда Трампа, но он никаких подробностей решил не сообщать. Вашингтон лишь напомнил о решении, о котором накануне сказали прессе на брифинге в Белом доме. Мол, больше никаких анонсов. Когда речь идет о Северной Корее, Вашингтон теперь не намерен заранее информировать о своих шагах. Я не хочу говорить о том, что я делаю или думаю. Я не буду поступать, как другие администрации, которые объявляли. Мы сделаем то-то в течение четырех недель. Это не сработает. При этом Трамп надеется, что все разрешится мирно. Вице-президент Пенс, он сейчас в Японии, тоже сказал, что Штаты пока что будут давить на КНДР. И дипломатически, и экономически. Но в крайнем случае не исключают и военного решения. Все варианты находятся на столе. Все. Япония встревожена ситуацией не на шутку. Премьер-министр приказал разработать план и на случай массового исхода беженцев из Кореи, и спланировать экстренную эвакуацию японских граждан в случае обострения. Совпадение или нет, но в военном ведомстве именно сейчас объявили о снятии ограничений на прием женщин в разведку, танковые войска и воздушный десант, а также об увеличении их набора в пехоту. Мир достигается силой. Эта фраза Майка Пенса на переговорах в Токио заставила и политиков, и жителей страны восходящего солнца, надеясь на лучшее, уже сейчас готовиться к любому развитию событий. И сегодня у журналистов была возможность поговорить в Пентагоне с министром обороны Джеймсом Мэттисом. Так вот, генерал убежден, что Северная Корея намеренно провоцирует Вашингтон на силовое решение. В частности, недавний пуск ракеты, который оказался неудачным, он тоже считает провокацией. И заявил, что вся надежда сейчас на Китай. Связь с Пехином в эти дни не просто ежедневная. Пентагон звонит по нескольку раз в день. Отдавая себе отчет, что фраза корейского дипломата про ядерную войну, которая может вспыхнуть в любой момент, это, конечно, угроза. Но угроза, увы, не пустая. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.